Слава Украине! Привет всем от Полонского! Очень важные новости приходят сейчас из Швейцарии, где находится Зеленский. И вот он с швейцарскими властями начинает сейчас процесс по имплементации формулы мира президента Зеленского же и по созыву международной конференции по имплементации, то есть по приведению в жизнь вот этой вот формулы. Формула мира Зеленского подразумевает вывод всех российских войск с территории Украины и возврат Украины к границам 1991 года. Это основное. Ну и все остальное там уже, скажем так, по ходу пьесы. Очень важно, что это начинает делать Швейцария вместе с нами. Почему? Потому что Швейцария во всем мире воспринимается как абсолютно нейтральное государство. Не за тех, не за тех. Это уже хорошо. Она не является страной НАТО и, соответственно, у тех же стран глобального юга не вызывает такого, знаете, немедленного отторжения, как, например, ну, я не знаю, вызвала бы, например, Германия в этой роли, да, или Дания, или Канада, или Штаты. Они бы сказали, а, так это НАТО созывает, это в интересах НАТО, и мы в этом участвовать не будем, да, мы в такую игру играть не будем. Вот. А тут получается, что Швейцария это абсолютный нейтралитет и, собственно говоря, уже является приемлемым местом для проведения этой конференции и приемлемым модератором для проведения такой конференции. Теперь, смотрите, будет очень широкий состав участников, которые подтвердят, что формула президента Зеленского это единственная формула, которая на сегодняшний день жизнеспособна и способна завершить вот эту вот войну. А эта формула подразумевает полную, полный выход на границы 91-го года. И после проведения такой конференции, где, я уверен, будут десятки стран, я думаю, может быть, даже больше сотни стран будет, после того, как все они подтвердят, что границы Украины именно вот такие, что Россия должна забирать своих бандитов и улепетов, чертовой матери, туда, в болота, откуда они пришли. Путину очень тяжело. Понятно, что он будет кукузючит морду и будет там, знаете, с видом вот этого вот кирзового сапога, что-то там рассказывать, его уже никто слушать не будет. Его сейчас уже никто не слушает. Вы посмотрите. Ой, они сейчас же подают, к ним едет целый, по-моему, президент Нигера. А в Нигере нет президента. Там есть военная хунта, которая захватила власть. И вот к ним этот хунтач едет. Вот это вот уровень Путина на сегодняшний день. К нему ездят всякие бандиты, которые захватили власть 3 минуты назад и пытаются как-то там у кого-то подцыганить оружие. Ну так это, к слову. Вот. Так вот, потом Путину будет очень тяжело, точнее будет невозможно добиться легитимизации, например, нахождения российско-фашистских войск в Крыму. Потому что весь мир сказал, что Крым это Украина. Извините меня. Вот конференция, вот все подписали, расписались. Собственно говоря, это уже будет не первый раз, когда подавляющая часть государств мира подписывается. В таком, например, были уже голосования в ООН, где против территориальной целостности Украины проголосовало там несколько стран-изгоев. Это была Северная Корея. Ну понятно, что вот это вот московиты, кто там еще голосовал против, ну буквально там парочку стран, да? Парочку стран. Может Никарагуа, я даже не знаю, Никарагуа голосовала или нет. И у меня что-то сильно вот вануату, вот волнуюсь за позицию вануату, никак не могу успокоиться. Да, все. Больше никто, да? То есть за Россию нет ни одной страны, по сути дела. Ну кроме вот этих вот, сами понимаете, кого. Таким образом, таким образом, вот эта конференция, она забьет окончательно гвоздь в крышку гроба имперской России, которая думает, что она там что-то где-то в Украине оттяпает. Пока она хочет в Украине что-то оттяпать, у нее там в Сибири, в Китае всю Сибирь оттяпает. Но это уже совсем другая история.